Присаживаясь, мы можем повернуться налево, направо, улыбнуться нашему соседу, так сказать, подарить положительную эмоцию. Пусть Бог благословит нас. Сегодня последнее служение месяца августа, а в общей сложности и лето. Ничего страшного, прожили мы это лето, жаркое, горячее, благословенное. Не унывайте тех, кто не успел отдохнуть. Я верю, что Бог благословит, возможно, отдохнуть осенью, а может быть в следующем году. Пусть Господь благословит в этом. Тема сегодняшней проповеди звучит так. В нужное время, в нужном месте. Большинство из нас неоднократно слышали эту фразу. В нужное время, в нужном месте. Самое интересное, что эту фразу всегда мы ассоциируем с чем-то хорошим и положительным в нашей жизни. Ну, типа, удалось что-то урвать, что-то получить, попасть в какие-то благоприятные обстоятельства. И часто эта фраза используется вот именно в этом положительном контексте. Давайте посмотрим, где еще использовалась эта фраза и попробуем сегодня поразмышлять именно в этом ключе. Знаете, раньше в советское время, кто знает, был такой период, как товарный дефицит. Это когда у людей на руках были деньги, но не было возможности приобрести товар, потому что его не было в наличии просто. И когда люди имели какие-то знакомства с людьми, которые имеют отношение к этому товару, распределяют их, им получалось каким-то образом договориться, чтобы приобрести телевизор какой-то или магнитофон отечественный. А, нет, не отечественный, а два отечественных подсказок, знаете, как в том фильме. Приобрести это все дело. И когда, или там обои какие-то модные, знаете, наклейте. Когда приходили гости, и они так видели наличие этих товаров дома, и задавали вопрос, а, собственно, где удалось? То часто отвечали, мы просто оказались в нужное время, в нужном месте. Тем самым пытаясь скрыть схему для того, чтобы лишиться конкуренции в будущем. Ну, в смысле, да, приобретения этих товаров. Вот так. Люди испытывали дефицит, несмотря на то, что у них были все возможности. Сегодня в нашей христианской жизни мы тоже можем переживать подобные вещи. Подобный дефицит, но только не товарный, а духовный. В чем он может выражаться, этот духовный дефицит? Возможно, у кого-то, кто-то переживает дефицит внутреннего мира и покоя, постоянно находясь в какой-то непонятном, в таком состоянии тревоги и беспокойства, и ничего не может с этим сделать. Возможно, у кому-то недостает мудрости, и Библия четко нам об этом говорит, да, кто имеет дефицит мудрости, тот просит у Бога, ни капли не сомневаясь. И из-за этого дефицита переживает некие сложности в своей жизни. А возможно, кто-то страдает из-за дефицита каких-то положительных качеств своего характера, тем самым зачастую пользуясь не совсем положительными качествами своего характера в различных ситуациях, и тоже тем самым переживает определенный дискомфорт, который ему создает этот дефицит. И сегодня именно об этом дефиците я хотел бы с вами поговорить, но на примере истории Савла и его встречи с Богом. Как Савл до встречи с Богом имел этот дефицит, какой он имел дефицит, и как ему удалось его восполнить. Открываем деяние, 9 глава, читаем с 1 по 6 стих, знаменитая история о встрече Савла с Иисусом. Савл же еще, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин и женщин связав приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Он сказал, кто ты, Господи? Господь сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна. Он в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, встань и иди в город, и сказано будет тебе, что надобно делать. Такая история, записанная на страницах Слова Божьего, история, которая показывает нам обращение Савла в христианство из религии иудейской, в которой он находился. Показывает обращение в живую веру. И первый пункт моей проповеди звучит так. Дефицит веры Божьей. То, чего не хватало Савлу. Он имел дефицит веры Божьей. В этом месяце мы имели хорошую возможность быть на отдыхе. И когда мы добрались вечером в одну из стран, заселились в отель, мы были очень голодные после дороги, и мы пошли еще с одной семьей из нашей церкви в ресторан. Сделали заказ, не совсем понимая их язык, кое-как мы это сделали. И тут у нас возникла мысль продезинфицировать руки. Знаете, я так привстал из-за стола, провел глазом по ресторану, и увидел на барной стоечке стоит тюбичек с синеватой цветом жидкостью, с дозатором, но явно похожий на дезинфектор. Один из нас встал, пошел, принес его, надавил всем в ладоши, и когда мы начали очень громко чавкать этой жидкостью, мы поняли, что это не антисептик, это просто было жидкое мыло. И когда я посмотрел на официанта, стоящего рядом, это был такой полный мужчина, приблизительно его лицо выглядело так. Он смотрел на нас в недоумении, думает, что делают эти украинцы. Но что самое интересное в этой истории, для чего я вам рассказываю, ну точно не для того, чтобы посмешить. Знаете, я был сто процентов уверен, что этот тюбик, это антисептик, это то, что нам нужно было. А оказалось, что это совершенно не то, что нужно было нам. Знаете, когда эта ситуация произошла, я подумал, о, а как может быть в нашей духовной жизни, когда мы живем на этой земле, и мы сто процентов с вами уверены, что мы исполняем волю Божью. Что мы живем на этой земле, двигаясь верой Божьей, исполняя веру Божью, а может оказаться в конце, как в нашем случае, что мы не исполняли веру Божью, что мы не двигались верой Божьей, а всего лишь навсего верой человеческой, исполняя человеческую волю. И сегодня Слово Божье говорит нам о том, что у нас, у людей, есть такая склонность, у христиан думать больше о своем, чем о Божьем. И Слово Божье в Филиппийцам 2.21 написано, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Это наследство нашей греховной природы, от которого мы с вами не можем никуда деться. Вот это желание угождать самому себе, желание жить хорошо, комфортно. И сегодня мы с вами живем как раз в такое время, время комфорта, когда все изобретается или же модернизируется для того, чтобы нашу с вами жизнь сделать комфортнее. Сегодня есть электросамокаты, электропылесосы, сегодня машинки сами стирают. Все делается само. Сегодня ты с телефона заходишь и можешь увидеть любую точку мира. Ты можешь сделать платежи, не выходя из дома. Сегодня сделано все для нашего комфорта. Сегодня ты даже можешь ехать на машине за рулем и не рулить уже. Уже до того дошло. Сегодня есть все и заточено для того, чтобы делать нашу жизнь комфортнее. Я совершенно не против комфорта. Я не против комфорта. Это нормально, это хорошо, это разгружает нас. Но есть одна маленькая опасность, когда на основании вот этого всего комфорта в нашей жизни формируется неправильная модель нашего мышления, которое мы потом распространяем на все сферы нашей жизни, исходя из комфортного такого образа жизни. И эта модель, она, давайте скажем, сегодня, к большому сожалению, прокралась в различные сферы нашей жизни. Сегодня эта модель мышления пришла в семью. И когда молодая пара начинает ссориться, когда у них начинаются конфликты, лучшим для них способом это сегодня решить, естественно, не для всех, ну, давайте скажем, сегодня эта тенденция есть. Это просто развестись и не мучить друг друга, чем прикладывать усилия, чем платить цену, чем что-то менять в себе заради друг друга. Потом эта модель мышления перешла, давайте скажем, на какие-то достижения, цели в нашей жизни. Когда человек хочет чего-то достичь, и у него с первого раза там что-то не получается, например, со второго раза не получается, и он сразу себе, о, нет, это не мое. Он не хочет учиться, он не хочет больше прикладывать усилий, он сразу себе определяет, что это не мое, потому что некомфортно добираться до этой цели, потому что есть определенная нагрузка. Давайте скажем, ну, одно из того, что мы часто можем видеть в последнее время, да, это когда, например, ну, в адрес церкви летели, давайте скажем, такие укоры, да, что наша церковь там не является такой прям верующей, потому что мы в масках сидим. Самое интересное, что большинство людей, которые говорили это, это были люди, которые уже попереболели давным-давно, им не было ничего страшного. И они укоряли, церковь в неверии, но, как по мне, как раз-то вера, она наоборот заключается в другом, когда люди сидели в масках, когда было не совсем легко, но они понимали, ради кого они сидят на этом служении, ради чего они сидят, чтобы они готовы были жертвовать своим комфортом, своим внутренним каким-то состоянием, ради того, чтобы услышать Божье Слово, ради того, чтобы человек, который сидит рядом со мной, тоже чувствовал себя в безопасности, а не так просто, раскидываясь выражениями, пытаясь, давайте скажем, скрыть свое эгоистическое желание чувствовать себя комфортно, запираясь такой шторочкой веры, показывая всем это на показ. И сегодня мы живем, давайте скажем, таким образом жизнь. Но что самое страшное есть во всем этом? Что мы можем эту модель нашего мышления переносить на нашу духовную сферу, на сферу следования за Иисусом Христом. Потому что следование за Иисусом Христом очень часто выходит за рамки нашего комфорта. Выходит за рамки нашего комфорта. Библия говорит, возьми свой крест. Не возьми свой айфон, а возьми свой крест. Это то, что нас нагружает. Это то, что создает давление. И проблема, одна из проблем, которых я вижу, этого образа мышления, то, что мы можем, руководствуясь этим образом мышления, и смотря на Библию и на процесс следования за Христом, через призму этого мышления, не дойти до исполнения воли Божьей, тем самым загнав себя в рамки этого комфорта, исполняя волю человеческую. Естественно, исходя из нашей веры, той, которую мы имеем, веры человеческой, а не веры Божьей. И давайте посмотрим на примере Савла, что вообще происходило с ним. И посмотрим на такие весы, на эти две чаши, на которых находился Савл, на это раздорожье. Савл был достаточно известным человеком. Это был обеспеченный, умный, многоуважаемый человек в обществе. И давайте скажем, то, что он имел в свое время, это был хороший уровень, хороший уровень образа жизни. Его уважали, его слушали, к нему прислушивались. Это была публичная личность большого масштаба. Но он, когда гнал церковь, когда гнал христиан, мы можем себе допустить. Библия нам об этом не говорит. Но мы можем себе допустить, что с Савлом начали происходить некие обстоятельства, что в жизнь Савла, в сердце Савла, начал стучаться Господь. Когда Савл гнал христиан, возможно, он начинал задумываться, подожди, ну почему эти ребята отдают свою жизнь за Иисуса? Возможно, когда он ложился спать, лицо Стефана, светящееся, будучи исполненное любовью, не давало ему возможности уснуть. И он не понимал, почему к нему было такое отношение у Стефана к тому, кто его убивал. А потом ему начинали, возможно, приходить на ум пророчества из завета, старого, где пророчествовали пророки об Иисусе Христе, о приходе Мессии. А потом, возможно, он начинал вспоминать истории, как Иисус, ходящий по земле, исцелял и освобождал больных. А потом, сопоставляя это с пророчествами Ветхого Завета, скорее всего, мы можем предположить, он начинал приходить к той мысли, что Иисус – это действительно Мессия. Но пойти или последовать за Иисусом, оставив то, чем он занимался, он не мог по одной простой причине. Потому что у него был дефицит веры Божьей. Ему не хватало веры для того, чтобы последовать за Иисусом Христом. И возникает вопрос, а что такое вера Божья? А где ее взять, эту веру Божью? И на примере Павла мы можем увидеть, что Павел решил пожертвовать всем, что у него было, то, что для него было ценным, и впоследствии он сказал, все, что для меня было ценным, я почел счетою. Ради превосходства познания моего Господа Иисуса Христа. Когда произошла вот эта переоценка ценностей, когда вот это все изменилось, тогда, когда Павел, точнее Саввел, вошел в Божье присутствие, тогда, когда лично Бог с ним заговорил, тогда, когда живое Слово Божье, не то, что было написано в законе, а живое Слово Божье попало в его дух, попало в его сердце и произвело то, для чего Бог его послал. И Павел, точнее Саввел, смог исполнить свое призвание, смог исполнить Божью волю, где он говорил, да, течение совершил, веру сохранил, уготовлен мне венец. Слово Божье, живое Слово Божье, которое приходит в наш дух в момент общения с живым Богом, порождает в нас или зарождает в нас веру Божью, переданную источником веры для нас. И исполняя, или, давайте скажем, двигаясь в этой вере, мы можем только исполнить волю Божью, не свою, человеческую. Я расскажу один небольшой пример такой для наглядности, который недавно со мной произошел, где-то в июне или в июле месяце мне нужно было срочно выехать в Россию автомобилем в Ростовскую область. У меня были ограниченные сроки, я сел, поехал, и на тот момент всего лишь был один или два дня, как Российская Федерация открыла право въезда на их территорию, ну, из-за ковидных ограничений, до этого не пускали, и большое количество людей поехало, естественно, ну, как бы там к родственникам, может, по делам и тому подобное. Вы знаете, когда я ехал, я позвонил своему другу, спросил у него, говорю, границы работают, он говорит, да, работают, но стоят по 12 часов люди, потому что из-за большого потока. Но есть, говорит, еще одна граница, там аж Луганская область граничит, непонятно где и куда надо ехать, ты сможешь заехать, но там плохая дорога. Короче, есть такая чаша, знаете, одна чаша весов, другая чаша весов, и я говорю, Господь, ну, во-первых, я еду, я знаю, что я еду, ты благословил меня этой поездкой, это в контексте там определенных событий, которые Бог сделал в нашей жизни, я еду, говорю, и у меня нет времени, мне нужно это быстро сделать, знаете, я молюсь, говорю, Господь, я хочу, чтобы ты меня провел, я хочу, чтобы ты меня провел, чтобы ты мне указал дорогу, знаете, и когда я помолился, Бог говорит, открой Библию, у меня была с собой Библия, я просто открываю на первом попавшемся месте и читаю, и повел меня, написанного из Иекииля, на юг, и вот там ворота южные, я когда прочитал, сначала как бы думаю, о, круто, надо ехать на юг, а потом, когда задумался, думаю, ну, Луганская область, это восток, югом не пахло, Харьков как бы, в чем подвох, Господь, в чем подвох, не могу понять, знаете, и когда я задался этим вопросом, Бог дал мне четкое понимание, в Российской Федерации, Ростовская область, это юг, а наш Луганск, да, восточный, он граничит с Ростовской областью, с югом, и я понял, что мне нужно ехать на юг, на юг, что Бог мне открывает эту дорогу, и когда я поехал, на мое удивление, оказалось, что практически все те плохие дороги, которые там были, их обновили, там был небольшой участочек, наверное, процентов 30, ой, километров 30 плохой дороги, можно сказать, я на скорости прошел два этих, за 15 минут я уже был в России, к чему я это рассказываю, к тому, что, дорогие братья и сестры, если Господь открыл мне Слово Свое, и дал мне веру, для того, чтобы провести меня в Ростовскую область, то тем более Он нам даст веру, для того, чтобы довести нас до Царства Небесного, тем более, если мы этого будем хотеть, если мы будем открыты исполнять то, что Он нам открывает во имя Иисуса Христа, пусть Бог нас в этом благословит, второе, дефицит смирения, дефицит смирения, деяние 9, 17, 18, читаем, Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, брат Саввел, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа, и тот час, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встав крестился, еще один дефицит, который переживал в своей жизни Павел, это дефицит смирения, давайте еще раз вспомним, кто такой был Павел, в том, что это был человек высокого ранга, большого масштаба, и в момент обращения к Богу в его жизни произошел такой инцидент, давайте скажем, он ослеп, он остался такой немножко обезоруженный, и смотрите, что делает Бог, Бог запланировал послужить Саввелу через того, кого Саввел пять минут назад совершенно не уважал, тот, кого Саввел пять минут назад хотел убить, лишить жизни, потому что он двигался в Дамаск для того, чтобы уничтожить всех христиан, тот, кого масштабом своей личности был гораздо меньше масштаба личности Саввла, естественно, в Саввловых глазах, это очень важно, к чему я это рассказываю, братья и сестры, да к тому, что, когда у нас что-то происходит, когда мы ищем какой-то выход в жизненных ситуациях, сталкиваясь с ними, как столкнулся Саввел, согласитесь, нам очень хочется сразу пойти на консультацию к епископу, ну, потому что у епископа есть выход всегда, ну, мы так думаем, что есть выход, да, но смотрите, что интересно, Саввел, возможно, хотел бы, чтобы его отвели к апостолам, к апостолам, потому что у него было много аргументов, возможно, для себя, объясниться или оправдать себя, почему Ананя не достоин послужить ему, как часто мы можем, друзья, оправдывать себя, пытаясь перепрыгнуть тех людей, которые поставлены над нами, обвиняя их или осуждая их в их некомпетентности, возможно, то, что они не такие умные, как мы, не такие образованные, может, они прошли не такой путь жизненный, может быть, еще этих может быть, может быть, очень много, когда мы аргументируем то, почему эти люди недостойны нам послужить, но смотрите, в чем интерес, самый большой интерес в чем, то, что Бог выбрал Ананию, Он не выбрал апостола, и если бы Саввел пошел к апостолам, я вам скажу, ничего бы не сработало, он бы так и остался слепым, по одной простой причине, потому что Бог собирался послужить этому человеку через Ананию, и не было никаких других вариантов, и часто так бывает, что мы пренебрегаем теми людьми, которые стоят над нами, пытаясь перескочить несколько ступеней, для того, чтобы обратиться к высокопоставленному человеку, к пастырю, к епископу, мы очень часто можем не уважать наших деканов, потому что мы можем считать их некомпетентными, или еще что-то такое, но смотрите, что самое интересное, достаточно было одной молитвы, для того, чтобы этот человек, по имени Сау, получил свое исцеление, чтобы Бог ему дал благодать, ему нужно было просто смириться и принять служение Анании, разрешить ему послужить, и принять его как человека Божьего, посланного Богом, через которого сам Бог будет служить ему, а не верить в масштаб личности, верить нужно в Бога, потому что помогает, исцеляет нас Бог, ведет нас Бог, благословляет нас Бог, но через избранных собою сосудов. Я расскажу одну такую историю, которая произошла со мной в свое время, она такая имеет наглядный пример, я как бы выходец из Баптистов, Баптист Баптистович такой, и когда я попал в нашу церковь, мне вообще как бы супер все, все классно, все хорошо, все нравится мне, единственный минус, единственный, сестры служат, сестры Кавис, простите, сразу говорю, вот сестры служат, и по каким-то непонятным стечениям обстоятельств, я оказался в служителях, и Бог знал, как меня удивить, и поставил надо мной пастыря Оксану Иванову, сестру. Я вам скажу, что я когда начал служить, я вообще не понимал, что я должен делать, как мне надо что делать, вот мне закрыто было, знаете, как тут Павел был слепой, и когда мы начинали служить, я начал внутри переживать вот этот внутренний дискомфорт, я никогда не говорил об этом, что я там не принимаю кого-то, я не согласен, ну, не сеял какую-то смуту, но я переживал этот внутренний конфликт сам с собой, внутреннюю, ну, такую борьбу, знаете, что, ну, как это, ну, что, чем у меня женщина может научить, ну, знаете, как, все, как полагается, как, все, как, все, как полагается, и я боролся с этим, и я дошел до такого момента, что я понимаю, что мне самому уже от этого плохо, мне плохо, то есть я не служить толком не могу, и ничего не могу, и я понимаю, что мне нужно или принять ее как своего служителя, как человека Божьего, как Бога в ее лице, который служит мне, или же просто дать заднюю, или уйти куда-то, ну, под кого-то стать, под брата под какого-то, чтобы было более свободно. Я искренне понимал, знаете, глядя на ее жизнь, что, ну, Бог сделал в ее жизни чудеса, Бог в ее жизни живой, Он исцелил ее, через ее служение, как бы, ну, спасаются люди, ну, это видно, это постоянно какие-то процессы происходят, я понимаю, что Бог через нее действует, но, как бы, сами понимаете, есть одно, но через которое было тяжело переступить, я обратился к Богу, говорю, Господь, ну, я хочу принять этого человека, не могу, но хочу, как человека, поставленного тобою в моей жизни, для меня и надо мною, чтобы он служил мне, чтобы ты служил мне, я хочу в его лице видеть тебя, я хочу принимать этого человека, как тебя. Вы знаете, что-то произошло, через какое-то время Бог дал такую благодать, и все нормально стало, я принял пастыр Оксану, как служителя, как своего лидера, и мы лет шесть или семь еще служили вместе, и самое интересное, знаете, что, когда я не понимал, как мне надо служить, именно после этого события, как я ее принял, Бог мне дал видение, как нужно служить, и все последующие годы, до самого уже умножения, когда мы умножились, ни разу такого не было, чтобы мой район, моя домашняя группа не выполнила видение, мы всегда приводили людей к Богу, люди всегда спасались, а порой двойное видение выполняли, и я понимаю, что в этом есть небольшой секрет, что в свое время, просто Бог дал через нее благодать мне, Бог послужил через нее мне, и когда я смирился, Бог смог это воплотить в моей жизни, и сегодня, если спросить у нее, я думаю, что из ста процентов того, что Бог сделал для меня через нее, она, наверное, сможет только сказать, точечных процентов 10, где она конкретно принимала участие, точечно в моей жизни, в каких-то ситуациях, а все остальные 90, Бог мне служил просто через нее, где она сама даже, наверное, могла и не понимать, где Бог что-то благословлял меня, чем-то менял, и тому подобное, я помню даже ситуацию, когда пастырь проповедовал, когда-то на лидерском семинаре, он говорил о том, что если там есть какие-то домашние группы, районы, где нет людей, где не получается, нет успеха, идите к теме, разговаривайте с теми, у кого получается, я помню, после этого лидерского семинара достаточное количество людей приходило ко мне и уходило, как мне казалось, без ответа, они меня спрашивали, в чем секрет вашего успеха, я говорю, ну как в чем, ну вот на домашке сказали, что сказали, то я и сделал, ну больше я ничего не делаю, ну ничего я не делаю, все остальное делает Божья благодать, все остальное делает Божья благодать, мне сказали, я выполнил мне сказали, я выполнил и некоторые уходили, так и не понимая как бы в чем суть Слово Божье, Иакова 4.6 написано, но тем большую дает благодать, посему и сказано Бог гордым противится, а смиренным дает благодать послушайте, смиряясь и принимая служение тех людей, которых выбрал Бог в нашей жизни для того, чтобы служить через них мы открываем свое сердце мы открываемся для проявления большей Божьей благодати в нашей жизни, в различных ее сферах, в случае с Савлом это было исцеление, в случае со мной это было видение, которое Бог дал, и успех в определенном служении и можно привести много примеров других, как Бог действует через смиренных и когда Павел смирился, когда Савл смирился Бог благословил его и в его жизнь пришло исцеление, пусть Бог благословит нас вспомнить и ценить теми людьми, которых Бог поставил над нами всегда зная, что это Божьи люди и что Бог через них способен действовать, способен благословлять нас в нашей жизни во имя Иисуса Христа хорошо, и третий пункт третий пункт моей проповеди звучит так дефицит освящения дефицит освящения Деяние 8.1 написано Савл же одобрял убиение его Савл одобрял убиение его можно проходить за клавишей мы скоро будем молиться последнее, о чем мы поговорим о дефиците освящения дефиците освящения Савл одобрял то, что ненавидел Бог то, что было для Бога неприемлемо он одобрял грех знаете, в нашей жизни мы тоже можем одобрять грех мы тоже можем быть лояльны как по отношению к себе возможно у нас есть или у некоторых есть людей система такая ну размерение греха вот есть маленький грех, к примеру ну ладно, ничего страшного а вот большой как бы нет это все такой обман потому что маленький грех потом через время становится большим и так как мы можем быть лояльными к себе к себе так мы можем быть и лояльными к другим людям в нашей жизни людям, которые являются христианами которые возможно являются нашими близкими и видя в их жизни какой-то грех мы можем одобрять его или же просто быть к нему лояльными когда я поделился с пастырем с одним из нашей поместной церкви из нашей поместной церкви то, о чем я буду говорить он говорит у меня есть пример хороший для тебя и он рассказал, что у них в церкви была семья муж и жена хорошие, благословенные ребята были члены церкви и вот он говорит, что муж хорошо работал и вот однажды жена начала замечать что по пятницам в конце рабочей недели когда он приходил домой у него был легенький запах перегара когда она у него спросила послушай, ну что это такое он говорит послушай, не лезь я очень тяжело работаю у меня очень тяжелая работа я обеспечитель и я устаю это всего лишь навсего там слабоалкогольная какая-то жидкость которая меня просто расслабляет я не пьянею и знаете, что самое страшное в всей этой ситуации что его супруга проглотила это она закрыла на это глаза прошло какое-то время и этот мужчина начал приходить домой в пьяном состоянии уже напиваясь уже употребляя не слабоалкогольные напитки а полноценно алкогольные напитки давайте скажем крепкие алкогольные напитки а потом в один день она пришла домой с работы и она обнаружила что в ее кровати лежит ее муж с другой женщиной после чего этот мужчина собрал свои вещи и ушел с этой женщиной жить восвоясь и тогда она прибежала к пастырю и начала рассказывать все, что с ней происходило она начала рассказывать о том, что она покрывала этот грех по одной простой причине потому что она боялась она боялась что возможно если сейчас она начнет вскрывать эту нечистоту муж просто развернется и уйдет от нее но то, чего она боялась то и случилось то и произошло она не имела вот этой святости она переживала в себе дефицит этой святости для нее отношения с мужем были дороже, чем истина дороже, чем Господь Бог и она покрывала это беззаконие и на сегодняшний день эта семья развалена а теперь я вам расскажу еще одну историю на собственном опыте которую я переживал большинство из вас знают что я зависимый человек и я прошел реабилитацию Бог меня освободил от многих зависимостей но когда я вышел с репцентра и вернулся домой в семью оказалось, что не от всех не от всех что еще некоторые присутствуют знаете и одна из них заключалась в том что периодически я мог проводить время посещая порнографические сайты возможно кто-то сейчас из вас скажет так ты ж женатый человек зачем тебе это дорогие братья и сестры жена от зависимости не освобождает муж от зависимости не освобождает освобождает только Иисус Христос как бы ты ни был женатый или замужний ничего тебя не спасет только Иисус способен дать свободу и вы знаете периодически проводя время на этих сайтах я грешил таким образом и однажды моя супруга залезла в компьютер для того чтобы сделать какую-то работу и возможно что-то я забыл там выключить и она увидела то чем я занимался естественно это неприятная ситуация конфликт нехорошо но знаете я так благодарен Богу что тогда возможно для меня казалось это нехорошим но сегодня я понимаю что это имело огромный смысл моя жена мне сказала такие слова послушай я выходила замуж за христианина за верующего человека а не за грешника и с грехом в моей семье я мириться не буду я тебе даю пять минут чтобы ты пошел на исповедь до пастыря если ты не пойдешь я сам сама позвоню если ты ничего не решаешь монатки собирай и тю-тю как вы думаете сработало? через пять минут я уже звонил пастыру через пять минут я звонил пастыру пошел на исповедь и знаете возможно вначале было какое-то противление а потом ты понимаешь послушай ну это же грех это грех который тебя убивает который рушит твою семью и сегодня он пока вот в таком проявлении а что будет завтра а завтра может я пойду блудить или еще что-то делать куда худше и моя семья вообще рухнет моя жена дорожила святостью для нее была важна святость в семье чтобы не было места греха чтобы не было места сатане в наших отношениях и Бог очень сильно благословил нас Бог освободил от этой зависимости Бог сделал большие чудеса и все по одной простой причине потому что кто-то не одобрял не одобрял этот грех мы можем встать на наши ноги мы сейчас будем переходить к молитве сегодня мы говорили о таких трех вещах а название нашей проповеди звучало так в нужное время в нужном месте первое о чем мы говорили как важно помнить что чтобы выполнить исполнить или давайте скажем прожить эту жизнь в воле Божьей нам нужна Божья вера а приобрести мы ее можем только оказываясь каждый день своей жизни в нужное время в нужном месте в месте нашего общения с нашим Господом Иисусом Христом там где мы можем слышать Его голос там где мы мы прикасаемся к этому источнику живой веры Его веры которую Он передает нам второе как важно в нужное время и в нужном месте смириться и принять служение того возможно кому нелегко нам принять и тогда Божья благодать еще больше сможет открыться в нашей жизни в решении каких-то жизненных ситуаций и жизненных вопросов и третье как важно в нужное время и в нужном месте бороться с грехом а где это нужное время а где это нужное место это прямо сейчас сегодня сию секунду не давая возможности этому греху развиться и привести уже до необратимых последствий в нашей жизни в жизни нашей семьи пресекая его несмотря возможно на какие-то на какое-то нежелание с этим бороться нежелание вступать в какие-то конфликты пусть Бог нас в этом благословит давайте мы помолимся дорогой Господь Иисус сегодня мы благодарим Тебя за то что мы можем быть с Тобою быть тут Господь за то что Ты очень любишь нас Ты дорожишь нами Господь спасибо Тебе что 2000 лет назад Ты пролил свою святую кровь за наше спасение Господь что Ты пролил свою святую кровь чтобы восполнить всякий дефицит в нашей жизни Своею полнотою Господь и я прошу Божий пожалуйста благослови нас восполни дефицит Твоей веры Божьей веры Господь кому его не хватает кому не хватает ее кому не достает Божий через личные отношения с Тобою Божий чтобы мы могли исполнить Божью волю Твою на этой земле и дойти до небес Господь также Святый Бог я прошу благослови Божий чтобы мы Божий имели восполнение от этого дефицита смирения Господь зная что за нашим смирением Божий в нашу жизнь придет Твоя благодать еще больше и больше ее во имя Иисуса Христа а также Бог мой я прошу самое главное научи пожалуйста нас бороться и не быть лояльными ко греху восполни этот дефицит святости во имя Иисуса Христа презирать грех искоренять его убегать от него во имя Иисуса Христа а Тебе мы воздаем славу честь и хвалу и благодарим Тебя наш Бог во имя Отца и Сына и Святого Духа аминь аминь дорогие братья и сестры еще одна молитва которую я хотел бы совершить сегодня название моей проповеди звучало так в нужное время в нужном месте знаете есть еще одно место есть еще одно очень важное место в жизни каждого человека куда мы должны прийти это Голгофа это место где Иисус Христос на кресте отдал свою жизнь для того чтобы спасти нас и вопрос возникает когда когда время туда приходить дорогие братья и сестры сейчас сейчас дорогие друзья сейчас сегодня Библия говорит ныне день спасения сегодня время приходить ко Христу и может сегодня есть среди нас люди которые на это служение пришли первый раз вы еще никогда не каялись вы не молились молитвой покаяния вы не приглашали Иисуса в свое сердце сегодня это именно время для нас сегодня нужное время и нужное место вот тут где Христос ждет каждого желающего дорогой друг если ты чувствуешь что Иисус стучится в твое сердце я хочу пригласить тебя выйди наперед и мы совершим эту молитву мы совершим молитву покаяния а может быть есть люди среди нас которые еще не каялись но вы не раз уже ходили на богослужение вы приходили а может вы отступили когда-то мы вас приглашаем сюда наперед проходите не стесняйтесь послушайте не упустите свой шанс потому что сегодня то время и то место где нужно отдать свои грехи Иисусу Христу мы подождем возможно есть кто-то наверху на балконах спускайтесь спускайтесь вниз мы вас подождем может кто-то есть в нижнем зале проходите ничего страшного мы будем вас ждать а самое главное что тут сегодня вас ждет Иисус который пришел на это место для того чтобы простить все грехи и восполнить всякий дефицит своей полнотой мы ждем дорогие друзья может кто-то еще чувствует переживание вы чувствуете как Дух Святой стучится в ваше сердце выходи не стесняйся тебе некого стесняться беги к Иисусу Он сегодня на этом месте и сегодня Его благодать обширно войдет в твою жизнь благодать спасения благодать исцеления слава Богу давайте еще больше церковь дадим аплодисментов давайте больше прославим Бога за людей за всех кто сегодня идет на покаяние пройдите пожалуйста чуть ближе дайте всем чтобы всем было комфортно стать может кто-то еще в пути кто-то в сомнениях мы будем молиться во время молитвы вы можете проходить и подключаться к нам в этом нет ничего страшного дорогие друзья я хочу попросить вас когда мы будем сейчас молиться этой молитвой чтобы вы могли повторить эти слова молитвы но чтобы это не было просто знаете формальностью чтобы каждое слово исходило из глубины вашего сердца дорогой Иисус я признаю что я грешный что я жил всю свою жизнь неправильно и прошу тебя прости меня очисти меня я каюсь во всех своих грехах и хочу следовать и хочу следовать за тобой хочу посвятить свою жизнь тебе и прошу тебя войди в мое сердце стань моим господом моим спасителем и моим царем и доведи меня убираться вон во имя Иисуса Бог мы провозглашаем твое господство в ихнюю жизнь Бог твою власть во все сферы ихней жизни твой покров Господь во имя Иисуса и просим благослови во имя Отца и Сына и Святого Духа аминь церковь мы можем дать большую славу для нашего Бога отца и Сына